Каждая страна по-своему борется с коррупцией, потому что коррупция угрожает безопасности страны и является самым таким тормозом для развития любой страны. В мире есть три направления борьбы с коррупцией, можно сказать противодействия коррупции. Первое это системное устранение причин коррупции, второе это объявление войны, третье это принцип немешательства. То есть по первому направлению обычно развиваются страны Европы, они там свои плюсы имеются в системном устранении причин коррупции. Второе направление это Китайская Народная Республика, мы прекрасно знаем, там очень жестко борются с коррупцией, созданы специальные суды в отношении коррупционеров. Наказания очень жесткие, поскольку мы знаем последние годы за коррупционные действия расстреляны 10 тысяч человек, 120 тысяч человек приговорены к различным срокам лишней свободы свыше 15 лет. И третий путь, путь немешательства, я бы хотел сказать, это Российская Федерация. Есть понятие ИВК, индекс восприятия коррупции, оно по 10-шкальной, у нас 2 получается России. В передовых странах мира, например, Сингапуре 9,5 там, скандинавские страны тоже примерно так, очень жестко борются коррупции скандинавских стран, Сингапуре, ну и других странах тоже, например, Гонконг тоже серьезно борется с своей коррупцией. Таким образом, во всех странах борются по-своему. Конечно, в этом отношении мы находимся где-то на последней строчке стран мира, где-то рядом с Сомали. Но надо сказать ради справедливости, что в последнее время все-таки Российская Федерация начинает бороться коррупционными проявлениями. Но есть свои моменты. Есть международно-правовые нормы. Мы руководствуемся этими международно-правыми нормами. Конвенция Совета Европы, Сугунная права и Конвенция Совета Европы 1999 года, Гражданская права и Конвенция Совета Европы 1999 года. Мы руководствуемся, и определение коррупции как раз по этой конвенции получается. Россия принимала свой закон о противодействии коррупции спустя 9 лет после этой конвенции. То есть 25 декабря 2008 года. Таким образом, мы, конечно, в нормативном отношении отстаем от других стран мира. Притом, статью 20 Конвенция ООН 2003 года Российская Федерация не ратифицировала. Эта статья о чем говорит? Если чиновник должным образом не может разъяснить превышение расходов над доходами, его действия должны квалифицироваться как коррупционные. И по каким-то причинам Российская Федерация эту 20 статью до сих пор не ратифицировала. Видимо, по той простой причине, там есть место Рублевские, Саше, там холмы есть, и все там коттеджи. Они не регистрированы, не регистрированы Российской Федерации, они регистрированы в офшорной зоне. И вообще, надо сказать, каким образом мы должны сравнивать расходы над доходами. Вот эти функции дали отделы кадров. В отделе кадров обычно работают женщины, они, конечно, если у них масло есть в мозгах, конечно, против своих руководителей не пойдут. Поэтому формально составляем налоговые декларации формально, никакого сравнения там расходами по всей России не проводится. У нас принимается очень несправедливый закон. Вы прекрасно знаете, приватизация была в Российской Федерации, полторы тысячи заводов были закрыты, и при том, кто ближе Садового кольца, стали богатыми олигархами. То есть Российской Федерации очень сильное расслабление общества. Кто-то месяц получает там 3-4 миллиона рублей в месяц получает, там это еще в среднем, а так еще больше получает. А кто-то нищенствует. В Российской Федерации около 20 миллионов человек за чертой бедности. Это тоже является одним из условий коррупционных действий в низовом звене. В низах говорят, если там высшие условные власти воруют, а почему мы немножко не должны заниматься какими-то мелкими коррупционными действиями. Таким образом, законы у нас, законы несправедливые. Вообще, я хотел бы сказать, коррупция – это не только социально-юридическое явление, я бы хотел сказать, это нравственное явление. Мы обычно говорим, должны воспитывать наше молодое поколение к нетерпимости коррупционным проявлениям. Но это на практике не так-то просто воспитать нетерпимости, тогда, когда высшие эшелоны власти прямо так наглым образом воруют, наглым образом богатеют. Я бы хотел сказать, за пределы России вышло полтора триллиона долларов. Это очень большая сумма. Ну и никакого возврата нету, как Китайской Народной Республики. Все богатства своих олигархов возвратились в пользу бюджета Китайской Народной Республики. А у нас до сих пор, хотя нормативные акты принимаются, у нас хотя принимаются различные программы по противодействию коррупции, нельзя сказать, что никакие нормативные акты не принимаются. Наоборот, принимаются нормативные акты по противодействию коррупции, Но на практике они неэффективны. По той простой причине у нас формально ведется борьба с коррупцией. Я бы хотел сказать так. У нас никакой ответственности нет за комовство, за фаворитизм, за протекционизм, за лоббизм. В других странах мира за такие действия присматривается уголовная ответственность. То очень жестко борются. Я бы хотел сказать, коррупционные действия не только надо бороться уголовно-правовыми средствами, надо бороться еще гражданско-правовыми средствами, различными штрафами, административными, дисциплинарными средствами. То есть чиновника, если он занимается коррупционными действиями, надо безжалостно уволить с работы. Это большая потеря будет для чиновника. Таким образом у нас в этом отношении или специально не принимаются какие-то нормативные акты за комовство, фаворитизм, лоббизм и другим проявлением. Например, в Соединенных Штатах Америки за лоббизм, серьезную уголовную ответственность, за комовство, серьезную уголовную ответственность. У нас даже нет гражданской правовой ответственности. Вот воспитание нетерпимости к коррупционным проявлениям, надо этим заниматься, ну, если хотите, со школьницами, не только со школьницами, даже в детских садиках. То есть люди алчные, устоявшаяся личность, ну, его подправить очень сложно получается, потому что там у него свое видение. Они алчные, сказать, что в наших высших ошелонах власти законы не знают, нормативные акты не знают, видимо, неправильно будут, они лучше, чем мы с вами знаем. Но у них нет нравственности, нет нравственного воспитания. В Российской Федерации вообще другими странами мира, если сравнить, очень большой процент воровства получается. Ну, как вы знаете, Чингисхан в свое время, у него большое наказание было за измену Родины, ну, и за воровство было. А мы в воровстве относимся очень так, ну, мягко относимся. Если так, анализили судебную практику за воровство, за хищение на миллиардную сумму, наказание иногда ограничивается условным осуждением. Вот такие очень неправильные примеры. Страны мира борются коррупцией, вот, у них очень интересные опыты есть, например, перед тем принимать на работу, они заключают договор неподкупности, это Корейской Республики, вот. Гонконг, например, там у них специальный орган есть, так называемый РИКО. Этот орган, значит, имеет очень большие полномочия, он без всяких, значит, исследований сразу имеет право возбуждать уголовные дела, ну, и другие мероприятия делать, вот. Они обычно специалистов собирают, ну, неиспорченных молодых людей, которые только что окончили высшие ученые заведения. Например, наши республики, наши республики, если перейти в нашу республику, ну, у нас в определенной степени ведется борьба с коррупцией, у нас образован управление по противодействию коррупции при голове республики, там человек 20 работает, у нас принимаются достаточно интересные нормативные правовые акты, вот. Таким образом сказать, что в республике не ведется борьба с коррупцией, не ведется борьба с коррупцией, видимо, неправильно будет, но тем не менее, тем не менее, да, госслужбу у нас принимают без проверки социальной направленности. Надо было акцентировать внимание на социальную направленность, то есть характеристика, человек вообще склонен ли к алчности или нет. У нас этого нету, потом у руководящих в должностях республики обычно принимают без тестирования, без проверки. Сразу не успеешь оглянуться, ты можешь стать замминистра, министром можешь стать. Вот пример недавний Афанасьева, замминистра сельскохозяйства, принимали на работу, видимо, там никакого тестирования не было. Сегодня успел работать два года, но пока, по предварительным данным, пересвоил там где-то около 18 миллионов рублей, получается. Так что законы, они у нас несправедливые. Вот, то, что касается еще нашей республики, надо очень активно вести воспитательную работу по нетерпимости к коррупционным проявлениям. Это, видимо, надо начинать, надо будет со школьницками. Хорошо было бы усматривать специальный предмет в школе по противодействию коррупции. Это одно мое желание, еще другое желание. Надо серьезное тестирование провести, и при том госслужбе не надо подпускать бизнесменов. У них мышление другое, а у нас, получается, как раз бизнесмены занимают высокие посты в госслужбе, чтобы такого не было. Потом надо сильно принимать, то есть полиграф надо применить в нашей республике. В Соединенных Штатах Америки где-то с кандидатов 60% отсеивается. Вот полиграф надо тоже разбивать при приеме на работу в госслужбе. Таким образом, потом еще надо будет, сильно надо применить мере дисциплинарной ответственности в нашей госслужбе. Вот тогда кое-что можно было бы, работа двигалась бы больше и объективно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ